Доброго времени суток, дамы и господа. В этом видео будут показаны все этапы сбора легендарного топора Ферролат Воздатель Снов. Убив Феррака во второй раз в гереческом режиме для получения топора, и четвертый раз суммарно, топор в виде квестового предмета выпал в сумку по персональной добыче. Хороший подарок от Близзард на 25-летие. Спасибо. Уступив слот на первого мифического босса, я пошел потихоньку делать квесты на уничтожение предметов, а также на убийство рарников. Цветочный бум начал делать после окончания РТ. Так, общие, создать, ломаю шмотки. Так, слэш, use, или слэш каст, нет, слэш use. Типа с просеиванием раньше так делали. Не знаю, тут сработает или я что-то неправильно написал. Проверим. О, работает макрос. Ломать можно абсолютно любые эпические вещицы, но я вам рекомендую ломать перчатки, которые покупаются у Стражей Сна. 300 припасов, одни перчатки, и вы получаете все эти нужные квестовые предметы. Собрать их нужно 20 штук. Для того, чтобы получать квестовый итем в виде привязи, убивая редких существ в изумрудном сне, нам нужно использовать руну, которую нам дали по заданию. И эту руну мы должны использовать до того, как спулем рарника, до того, как войдем в бой. Использовали? Убиваем. Не использовали? Эвейдим, что-то пытаемся как-то убежать. Можно прыгать по слоям, можно прыгать по вармодам, можно делать вообще все, что угодно. И убивать тех же самых рарников тоже можно. Разрушение предметов, убийство рарников. Конечно, стоит миксовать с цветочным бумом. Как только стартану цветочный бум, бросаем все свои дела и идем его делать. В процессе его выполнения с мешочков мы получаем нужный нам предмет. Также может упасть предмет синего качества. С названием Рваный Гризалист. Это используемый предмет, и использовать мы должны его на того человека, который готов нам помочь. Суть в том, что человек должен пробегать с нами полностью весь цветочный бум. За каждую треть цветочного бума прогресс в его квесте увеличивается на 20%. Убив вместе с нами последнего босса, его прогресс квеста растет на 40%. Таким образом, 20 умноженное на 3 плюс 40 равно 100. Сделав с нами полностью бум, он завершит квест. Завершение квеста дает ему эпический предмет, который он может использовать на нас, и мы будем получать на 50% больше сумеречного Гризалиста. Что-то кастует ручками там. Так, и что? Ну что-то ничего нет. А, и новый я на тебя юзнуть не могу, понял? Ну, то есть, а выполнен уже квест единожды. Ой, какая же дрянь. Время было ночное, помощников было немного, но Дейз, Датрион и Улитол прекрасно справились с своей задачей. Заходили на твинков, инвайтили на рарников, и квесты мы перекидывали, они смогли все-таки на меня каким-то образом баф накинуть, но он все равно потом пропал. Расскажу небольшой лайфхак касательно получения сумеречного Гризалиста. Не стесняйтесь после завершения цветочного бума на своем слою прыгать в другие заранее собранные группы. Возможно, там все еще ковыряют ластбосса, и вы получите с него нужный квест итем в виде сумеречного Гризалиста. Вот, а так вот, видишь, 180 итемов и три мешочка валяются. Может быть, с них выпадет 20, а может быть и нет. Тут как бы, как повезет. Ну, вообще, падает, там, в последнее такое открытие у меня упало 4, плюс 7, плюс 7. То есть, суммарно 18. Бэбэ чудики. Я вижу, кидай инвайт. А, просто логинится, то есть, оно же само выкинет, да-да-да. Альдф-4 даже нажимать не надо, реально. Все, сейчас захожу на ДК. Давай-давай, резко-резко. Че, мутим? Своих же твинков буду обучать крафтам. Поясню касательно этого эпизода. Легендарный топор, удовольствие, не дешевое, но и все-таки недорогое. Но все-таки с целью того, чтобы сэкономить реагенты, я решил просто-напросто своих же твинков обучить с помощью свитков, которые даны ДКшнику, крафту нужных мне эпических вещиц. Суть в том, что, как и для драктиров, нужно прокрафтить три вещицы. Скаженничество, с наложения чар и с начертания. В тот момент, когда у меня активное окно, к примеру, на монахе, я открываю батлнет клиент, я жму кнопку играть, быстро логинюсь на ДК, и монах в это время все еще стоит. И на него я жму этот свиток и обучаю его нужному крафту. Крафт висит в течение получаса. Даже если ты не заходишь на этого персонажа, все равно этот таймер будет 30 минут. Он является бафом, а не дебафом. И он не стикивает в тот момент, когда персонаж является в режиме офлайн. Если у ваших твинков нет таких профессий, если у вас нет инструментов на находчивость, то шлите заказы кому-нибудь из гильдии, или найдите человека в чате, или напишите мне. Буду рад. А походу вообще никакие таланты не работают. Ну у меня в обычных крафтах больше находчивости. Тут походу только все от инструмента, от чарки. Тут нулевая по дефолту находчивость, судя по всему, в этом крафте. 37 огня сэкономил. Неплохо. Легендарный топор в обновлении 10.2 имеется. В 10.1 в Аберии был... Одноручный кто там? Кинжал, меч, дробяшка. Кто он? Кистевое для пробудителей. Три крафта, один прок находчивости, и тот на 37 огня. Короче, мог бы просто другому кунт-человеку выслать. И все. Завершив с крафтами, нам дадут следующее задание, в результате которого мы должны юзать итем. В результате использования предмета мы теряем хп, поэтому нам нужен хил. Снимаем свою вещицу, чтобы ему было легче хилить, и накинув пару ходок, мы спокойно исцеляемся. Делаем квест, используя предмет по кд. Хант, хант пришел, скажите, Че тут дело, че-то происходит вообще. Че-то такое, что такое. Так, лампу включу. Я прям это вижу. Он меня в таргете еще держит. Он не понимает. При этом нам дадут еще одно задание. Мы должны зайти в актуальный рейд, Амир Драсил, Надежда, Сна, и там убить первых трех боссов. Кривокорень, Игира и Волкорос. Но убить мы их должны с особым условием. До старта боя нам нужно использовать руну, которую нам дали. Точно так же, как мы делали с рарниками в Зумрудном сне. Убиваем трех боссов в любом режиме, и летим сдавать квест. Также вместе с заданием на убийство боссов мы получаем квест на использование пергамента. Юзнув пергамент раз в пять минут, нам нужно понажимать экстра баттон, кнопка, которая появляется у нас в центре экрана. И эта кнопка сжирает у нас десять стихий. Не маленьких частичек, а больших собранных стихий. Лед, огонь, земля и воздух. Что-то рандомно десять из этого будет съедено. КД пять минут, поэтому на данный квест нам потребуется сто минут. Рекомендую заняться чем-то отвлеченным. Например, рыбалка. Почему бы и нет? Использование пергамента и дальнейшее взаимодействие со стихиями и с шариком, который мы получаем, является потоковым заклинанием, поэтому лучше не двигаться. Использование этих стихий является последним заданием, которое нам нужно сделать, которое требует наше время, которое требует наше золото. Дальше нас ждет сценарий. Так, чудик с непрорисованной моделькой. Его не раскрасили просто. Перед тем, как я начну прохождение сценария, думаю, самое время подвести итоги. Легендарный топор был сделан примерно за 10 часов чистого времени. Я считаю, это немного. Легендарку за 10 часов получить, это реально классно. Касательно золота, было потрачено 300, 350, 400 тысяч золота. Честно, не считал. Многие реагенты были куплены давно, но многие реагенты были, многие реагенты были добыты в какой-то промежуток времени, поэтому не считал. Касательно урона, 13 тысяч ДПС-оприрост для моего Анхоли ДК по отношению к 483-й пушечке. Ну чё, сдохнем пару раз? А чё делать-то, кстати? Не восприметь костюм ровного. Ну допустим. Надо было, может, АВЕ-билд сперкнуться, нет? Ты прикинь, тут ещё косты надо кикать. Обалдеть. Да, как же кайфово играть со звуком. Тебя пиздит персонаж, стонет. Круто. Прекрасно. Шлёп. 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 А, да? По новой? Мммм. Окей. Это, кстати, ПЛ я должен был до 1-х носить. Ну, по-хорошему. Я не знаю, тут максимально молчит моб. Ну, в чате ноль диалогов. Типа, забей. Такая мелочь. Задамагать. Ого. Ой-ой-ой. Ну, готово. Обалдеть. Это красота. Мы снова встретимся.